Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Любимому парку – второе дыхание. Первый в армии – в Анапе. Анапа – вперед! Новая победа футболистов. Ореховую рощу ждут хорошие перемены. Глава курорта Сергей Сергеев на выходных вместе с подчиненными прошел по зеленым аллеям и дал ряд поручений, как преобразить любимый анапчанами парк. За Ореховой рощей нет ежедневного присмотра, и это бросается в глаза. Меня интересует. Вот скажи мне, на сегодняшний день есть смотритель? Нет, смотрителя днем нет, есть только сорок. Сорок не пойдет. Должен быть смотритель. Значит, в любую форму, успевайте, помечайте, заводите человека, который будет ходить, обходить и за этим за всем смотрит. Теперь смотрим вот за порядком. Смотрите вот на входе, пожалуйста, раз. Видите? Теперь, здесь должна быть табличка. Режим работы – раз. Теперь, кто ухаживает? То есть, человек увидел, у нас большинство граждан законопослушные, увидел человек, допустим, сломали фонарь. Вот здесь есть телефон, вот здесь должна быть табличка, что ответственнее за содержание. Санитарное состояние такое-то, электрооборудование такое-то, лавочки такое-то. Пошли дальше. В работе коммунальщиков и озеленителей глава ставит тройку. Парку явно не хватает лавочек. Выцвевшие газоны и пустые клумбы – не такой должна быть эта красивая, окруженная зеленью территория у моря. Приезд мэра совпадает с городским мероприятием. Литературная «Анапа» любит собираться в Орешки. Сергей Павлович, общаясь с библиотекарями и молодежью, интересуется, каким бы они хотели видеть парк. Все замечания и предложения на карандаш. Редкие опоры освещения, как руководство к действию. Продумать оригинальное световое решение – еще одно поручение главы. Вот здесь надо добавить освещение. И вот сюда, вот сюда тоже, вот смотри, фонари сколько. Один фонарь на все это. И может быть не освещение, а может быть декоративную подсветку. Вот сейчас мы все полупадуты, остается только вот это зелень. Реконструкции требует и автоматическая система полива. Несколько лет назад она была смонтирована неправильно. И сегодня вместо пышных зеленых газонов. Такие вот клочки. Звезды Первого канала окунулись в армейскую жизнь на Кубани. Съемки программы «Первый в армии» прошли в Анапской части воздушно-десантных войск и на полигоне в станице Раевской. Начиналось все на взлетной полосе Анапской части воздушно-десантных войск. Ту-154 доставил из Москвы ведущих Первого канала известных спортсменов и артистов. Среди гостей – ведущая Арина Шарапова, герой Советского Союза Владимир Горовой, известная российская бобслистка Ирина Скворцова. Цель акции Первого канала – посмотреть, чем живут и как служат десантники и моряки, пообщаться с их семьями, поучаствовать в спортивном фестивале и подарить праздничный концерт. Сначала звезды показали, на что способны сами. Леонид Якубович отправился на Раевский полигон, управляя вертолетом. И друзей с собой прихватил. Впечатлениями обменивались уже на полигоне. Это мой первый выезд с Первым каналом. Потому что очень часто, много раз приглашали, но все время, как времени нет, все время съемки, театр. Вот я вчера отменил две репетиции, выграв вот это и получил огромное просто наслаждение. Начинаю получать, потому что только что мы с Леонидом Аркадьевичем и Кубовичем приземлились на вертолете. Я вообще впервые в вертолет сел. Но мало того, Аркадьевич его поднял и опустил. Сам, собственными руками. Поэтому у меня еще сердце, как у кролика. Десантники встречали гостей хлебом с солью и показательными выступлениями, демонстрируя мощь российской армии. Условный бой проходил и на земле, и в небе. А что касается нашей акции, вот уже 19-й год мы ездим сюда много. И каждый раз удивляемся тому, как растет мощь наших вооруженных сил. Как все становится интереснее, какие танки новые. 19 лет назад таких не было. Многие актеры и спортсмены старались сфотографироваться с молодыми защитниками Отечества. Как сказала актриса Любовь Толкалина, фильмы смотреть нашим бойцам некогда, они защищают родину. Особо отличившиеся в учебном бою удостоились подарков. Но главный итог – поднять престиж воинской службы. Армия – это же единый механизм. Он защищает всех абсолютно. От одного человека и до целой нации. В этой связи мне кажется, что вот такого рода акции, они, конечно, способствуют повышению престижа армии. Сход граждан прошел в Киблерово. На вопросы жителей отвечали представители сельской администрации, избранный в местный совет депутат Врешат Мачьян и руководитель новой управляющей компании, взявший на обслуживание многоэтажки в микрорайоне Виктор Тихомиров. Встречи с депутатами всегда делятся на до и после. Перед выборами 13 сентября тогда еще кандидат от Мачьян общался с жителями Киблерово, о чем из обещанного помнит и что готов сделать. Я приступил уже к строительству этого тротуара. Мы уже делали отсыпку. В понедельник, вторник начнем уже делать бетонирование этого тротуара. Я думаю, что в течение двух недель, трех недель, за октябрь месяц, от моста до остановки, просьба от вас, как бы там начали вырезать деревья, как бы продолжить вырезку деревьев, а всю там бетонную часть и там отсыпку это мы уже сделаем сами. Как бы организуете вы там еще один субботник небольшой. И мы в течение октября этот тротуар закончим. А потом двор. Вот тротуар. Нет, нет, нет. Ну давайте как бы по порядку давайте. Про двор я не обещал. Это большие деньги, не все сразу. Нет. Ну что делать будет тогда? Значит, давайте это. Да, давайте так, как бы по порядку. Не гоните конец, женщины. У нас впереди пять лет работы, дай бог. Решиться предложить людям подождать еще лет пять могут себе позволить только избранные депутаты. За десятилетия невнимания власти в Киблерова скопилась масса проблем. Остановка планировалась тем, чтобы туда заходил школьный автобус. Очень опасно, что школьники у нас ходят туда, через дорогу переходят. У меня вопрос по поводу охотников. У нас охотники стреляют прямо под окнами. Идешь на работу утром, и пули свистят буквально мимо головы. Должен же быть какой-то рекламен по удалению. И ведь не все вопросы требуют больших финансовых затрат. Просто заниматься ими нужно постоянно. Начаты шаги. Сделаны. Дорогу оселит идущий. Я понимаю, что у вас здесь не все так гладко, но согласитесь, уже динамика есть. Поэтому мы здесь все вместе стоим для того, чтобы чаще встречаться, чтобы наболевшие вопросы не где-то шли. Кто-то один дошел, а остальные, может быть, против. Сообщаем и понимаем, как расставить приоритеты, что делать. Впрочем, приоритет для Киблерова сегодня один – подготовка к отопительному периоду. На новую управляющую компанию легла огромная ответственность. 3000 жителей должны пережить зиму в комфортных условиях. Мы уже получили акты на опрессовку домов. Второе, так сказать, мы готовим все общедомовые помещения тоже к зиме. И я думаю, что к отопительному сезону, хотя мы туда 1 сентября пришли, все будет, безусловно, готово. Мы и сегодня готовы уже к зиме принять отопление, чтобы люди этим пользовались. Сухой сентябрь может преподнести неприятные сюрпризы. Пожарные службы города отрабатывают навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательной работы. Сегодня учения прошли в городской больнице. По замыслу учений, в 9.00 в городской больнице произошло возгорание. Под громкий вой сирен началась операция по спасению работников и пациентов в городской больнице. Персонал, согласно инструкции, действовал быстро и слаженно. Под руководством опытных медсестер и врачей пациенты отделения быстро и организованно покинули условно-горящее здание еще до прибытия пожарных. По первому этапу надо отметить, что сигнал прошел довольно быстро. Дежурный по этажу знал, кому звонить, как звонить и как подать сигнал тревоги. Сигнал тревоги работал до конца мероприятия по эвакуации. Эвакуация проводилась с ограничениями, то есть мы не эвакуировали маломобильных или нетранспортабельных пациентов, которые находятся в этот момент в больнице. В общей сложности под эвакуацию попало 170 человек – это больных, и порядка 70 человек – это персонал городской больницы. Эвакуация проводилась с применением пожарной автолестницы. Были спасены два человека, которых вывели из задымленного помещения с применением спецоборудования. Время эвакуации составило 7 минут. До конца года такие учения пройдут и в детской городской больнице. Благодарные потомки объединили две даты – день рождения станицы Анапской и день ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг памяти у Вечного огня – не просто традиция. Общая память объединяет поколения анапчан. Для ветеранов это еще одна возможность повидаться друг с другом. Для школьников – вспомнить подвиг дедов и прадедов. Они отдали свои жизни за нас, чтобы мы сейчас в данный момент жили, чтобы вообще все это происходило. И вот вообще очень приятно, конечно. И жалко, что столько жизней ушло из-за этой войны. В минуту молчания каждый думает о своем, но чувства у всех одни – гордость за Родину, благодарность героям и надежда на мир в будущем. Мы низко склоняем головы перед всеми воинами и героями Советского Союза, отдавшими свои жизни за наше с вами светлое будущее. И перед ними, кто сегодня здесь присутствует, мы говорим вечная слава и память ушедшим из жизни, а живым здоровья на долгие годы. Маленьким казачатам выпала честь нести праздничный караул. В станице 11 казачьих классов. Более 300 ребят продолжают славные традиции предков. И это их личный выбор. В станице хорошо знают дедушку Варткеса, который немцев бил. Я сам доброволец. У меня сейчас в кармане есть справка, что второй день я пошел в военкоманду и просили, что мне надо пойти Родину защищать. Уже война идет. Он живо помнит, как 24-летним юношей впервые заглянул страху в глаза. Больше всего гордится орденом Великой Отечественной войны и молодым поколением. Станичные дети немного отличаются от городских. Они чистые, открытые, добрые. Насколько они доброжелательные, совестливые. Вот это очень приятно. И такие же, наверное, как и их родители. Почиствовать родную станицу с праздником пришли семьями. С детьми, подкрепившись наваристой кашей, у полевой кухни занимали места у сцены. Школьники воспроизвели атмосферу военных лет. Музыкальные поздравления от золотого голоса Анапы Юрия Цыганка и задор ансамбля «Соловейка» лучшие подарки. Выкупай, не кормилица. Выкупай, не красавица. Сердце дорогая. Щедрое анапское солнце подарило станичникам погожий день. В эту теплоту гости праздника передавали друг другу и не сдерживали эмоций. Футболисты клуба Анапы продолжают радовать болельщиков уверенными победами. На своем поле на стадионе «Спартак» футбольный клуб Анапа принимал команду «ГНС «Спартак». Краснодарские футболисты – соперники сильные, но шансов у них не было. Красивая и бескомпромиссная игра стала уже визитной карточкой анапчан. Матч завершился со счетом 6-0 в пользу анапских футболистов. Серия игр в высшей лиге продолжается. 3 октября Анапа будет играть с футбольным клубом «Краснодар-3» в краевой столице. 10 октября на домашнем поле футболисты Анапы встретятся с командой «Кубань-3». В октябре все игры будут начинаться в 14.00. Совершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 29 сентября в Анапе ясно без остатков. Температура воздуха днем плюс 23-27 градусов. Ночью до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.